Меня зовут Василий Евдокиенко и мы начинаем наш утренний видеобрифинг Эспресса, на котором в течение ближайших 10-15 минут постараемся посмотреть на то, что происходит перед открытием торгов в Москве, обсудим повестку дня, поговорим о возможных сценариях торгов на российских фондовых рынках и также сверим наши часы по поводу ожиданий на закрытие торгов в российских индексах. Напоминаю, что Эспресс это первый из видеобрифингов, которые мы в Китфинанс подготовили для Вас сегодня. Далее пойдем по нашему обычному расписанию, с которым Вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте broker.kf.ru. А сейчас разрешите, я переключу нас на мой рабочий стол, где у меня открыт терминал Bloomberg, и мы с Вами пройдемся по тому, что происходит в мире. Итак, давайте начнем с обсуждения торговли в Соединенных Штатах. Здесь мы видим вчера, несмотря ни на что, несмотря на плохие отчеты по заявкам на получение пособий по безработице, американцы показали рост, причем лидировал доу, и, ну, в принципе, объемы были, нельзя сказать, что маленькими, поэтому это, ну, в общем, сигнал о, наверное, причем, да, мы растем-то уже не первый день по Америке, несмотря на снижение по России, в общем, это такой скорее поддерживающий сигнал, который говорит о высокой вероятности отскока у нас сегодня в России в таком краткосрочном, что ли, интервале. В общем, американцы вчера торговались с повышением в течение всего дня, и основным источником хороших новостей был корпоративный сектор, было очень много отчетов компаний совершенно различных, большинство, подавляющее большинство отчитывается лучше ожиданий, и это, безусловно, радует игроков обещанием больших дивидендов по результатам первого квартала, соответственно, 2012 года. В общем, вот такие идеи отыгрывались в Соединенных Штатах. Ну, про российские рынки можно сказать только то, что, так вот, если попробовать представить логику размышления о долгосрочных, долгосрочных инвесторах, можно говорить о том, что сезон корпоративной отчетности в США через пару недель пойдет на спад, большее внимание будет переключаться на отчеты европейских компаний, которые отчитываются гораздо хуже, плюс на ухудшающуюся макроэкономическую конъюнктуру, и, наверное, это заставляет наших игроков продавать. В общем, такой тайминг, что называется, приближающихся не очень хороших новостей. Ну, посмотрим, насколько они окажутся правы, медведи, я имею в виду, в своих ожиданиях. Я, кстати, один из них. Так, па-па-па-па-па-па-па-па. На этом фоне давайте посмотрим, как у нас сегодня торгуется Азия. И в Азии мы видим разнонаправленную динамику. Во-первых, агентство S&P снизило рейтинг Испании, и это определенный негативный фактор для торгов по этому инструменту. А во-вторых, сегодня прошло заседание Банка Японии. На 10 триллионов йен увеличили программу количественного смягчения до 40 триллионов. Это примерно на треть. Да не примерно на треть. Было 30, стало 40. На треть увеличили. Соответственно, сейчас, если я не ошибаюсь, ну, если в долларах, порядка полтриллиона долларов программы количественного смягчения. В общем, по идее, этот факт должен поддерживать и японские рынки, и, соответственно, йену. Но сейчас происходит что-то совсем непонятное. Давайте я покажу топикс. И здесь вот такая динамика. Мы, соответственно, на программе количественного смягчения взметнулись, но потом, судя по всему, какие-то слова сказаны были главой Банка Японии, и это обрушило японские рынки. Ну, не обрушило, а ввело в минус. Японские рынки и йены сейчас почему-то растут. Хотя, по идее, должна падать. В общем, что-то странное происходит на рынках, и видно, что в моменте медведи сейчас сильнее и практически полностью проигнорировали решение Банка Японии. Давайте вернемся в обзор по другим азиатским площадкам. И здесь следующая динамика. Несмотря ни на что... Да, и, кстати, странно, а что ж китайцы тогда растут? Наверное, какой-то конфликт у них между китайцами и японцами, и китайцы победили. Вот, китайцы сейчас вышли в плюс. Хансенг плюс треть процента. Соответственно, Шанхай композит вышел в ноль. В общем, вот так. Минус полпроцента теряет Сеул. О, не, прошу прощения. Полпроцента прибавляет Сеул. И, соответственно, Австралия минус две десятки. Ну, в общем, видим разнонаправленная динамика. Четких сигналов нет. Но я бы сказал, что все-таки медведи посильнее сегодня на рынках в Азии. На этом фоне... А, да, прошу прощения. Давайте посмотрим на фьючерсы, на американские индексы. И на этом фоне вот так выглядят... Вот так выглядят котировки текущие. Сейчас наблюдается небольшая коррекция после вчерашнего позитивного движения. И, соответственно, в лидерах снижения сейчас фьючерс на индекс S&P. 38,39 теряет он с открытия. И это, безусловно, еще один факт, подтверждающий гипотезу о большей силе на стороне быков. Вот так торговля выглядит. Судя по всему, где-то здесь было решение о снижении рейтинга Испании со стороны S&P. По-моему, после закрытия все-таки торгов они опубликовали свои соображения по этому поводу. Так, про это проговорили. Давайте посмотрим на фьючерсы на ФУТСе. И мы видим фьючерсы на британский индекс фондового рынка. Это также снижается практически на треть процента. И это еще один аргумент в пользу продавцов. Так, про это поговорили. Давайте посмотрим на нефть. В нефти у нас следующая динамика. В нефти у нас снижение, опять же, на полпроцента. Это, конечно, плохо. Но я бы обратил внимание на абсолютную котировку. 119.42. Это уровень больше, чем был на открытие вчера. Вчера мы снижались и практически не включали в котировки положительное движение по нефти. Так что от нефти скорее такой стабилизирующий сигнал для российского фондового рынка. Вообще нефть выше 120. Это подарок для российских, тем более нефтяников. Я просто удивляюсь, как мы будем падать, соответственно, в мае, когда пойдет отчетность от нефтяников с супер, судя по всему, прибылями. В общем, это будет забавно. Так, про это проговорили. Значит, с нефтью вроде как все в порядке. Золото немножко также корректируется на пятую часть процента. Но, опять же, от достаточно высоких уровней, куда мы забрались вчера. 16.53, абсолютная котировка. По меди примерно та же история. Позитивная, сильная позитивная динамика у нас наблюдалась вчера. И сейчас нулевая динамика, небольшая коррекция в меди. То есть сырьевой рынок, я бы сказал, для российских игроков дает скорее стабилизирующие сигналы. Ну и в завершение давайте посмотрим на валютный рынок. Здесь, опять же, скажу про странное поведение японской иены. Вообще, по идее, после увеличения на треть программы количественного смягчения иена должна была бы смещаться, снижаться. Но, судя по всему, не все так просто. И какой-то еще нюанс там был в заявлении Банка Японии, который мы стали отыгрывать и продавать японский рынок и покупать иену. В общем, вот так снижается. Ну и в общем, да, общая картина выглядит как уход от риска. Растет иена, растет доллар американский и снижается евро. Уже треть процента теряет. Вот так внутри дня выглядит европейская валюта. Внутри дня вот так она выглядит. Сейчас мы на минимумах дня, и это еще один повод сказать, что медведи посильнее сегодня на рынке. Если говорить о более, наверное, отдаленной перспективе, то видно, что евро у нас отскакивает от 1.32, движется вниз. И, в общем, это, конечно же, неприятная динамика. Если эта тенденция получит свое продолжение, то будем снижаться. Хотя бы я сильно на снижение бы не ставил. Итак, сегодня на открытии торгов в Москве, судя по тому, что есть у нас на котировках, нужно еще 10 минут. Я ждал нейтрального открытия, но, судя по всему, чуть больше перевес будет на стороне у медведей. Итак, соответственно, думаю, что процент СНГ – это процент с начала года. Это мне в чате Сергей задает вопрос, соответственно, изменения в процентах с начала года. Итак, вчера мы закрылись около 15.47, то есть вот здесь вот на вот этих больших объемах. Сегодня нейтрально и, соответственно, вниз, соответственно, пойдем в сторону минимумов. Вполне возможно, попытаемся коснуться этих минимумов, но на сильное давление я бы все-таки не рассчитывал. Слишком большие интересы расположены ниже 14.40, и думаю, что мы попытаемся удержать эти уровни. И, соответственно, 14.40 будет главной поддержкой сегодня утром. Далее, ближе к открытию Европы и во второй половине дня, я бы ждал разворота все-таки тенденции. И очень надеюсь на сегодняшний отскок. Какие соображения у меня по этому... Да, ну и давайте про уровни поговорим. Соответственно, 14.40 – это минимумы дня. Ну, надеюсь, так, значит, я не то рисую. Так. Оговорка по Фрейду, что называется, да. 14.40 – это главная поддержка на сегодняшний день. И, соответственно, я бы ждал отскока в сторону 14.65, ну или 75. Это если быки сегодня будут настаивать во второй половине дня. Сегодня вот такие мои ожидания на сегодняшний день. Так. Соответственно, мы закроем вчерашний день и выйдем, если 75 будет, да, вот эти объемы. Закроем вчерашние, последние три свечки вверх. Так. Про это проговорили, про это проговорили. Про повестку дня. Так. Давайте я сейчас включу профиль рынка по индексу РТС. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. А пока я поговорю про повестку дня. Итак, мы видим, что медведи сейчас в моменте сильнее продают, но на их пути будут важные сопротивления. Во-первых, идет сезон корпоративной отчетности. Ну, по названиям не буду перечислять. Много компаний из разных секторов. Ничего такого супервыдающегося и интересного, наверное, нет. На что следует обращать внимание. Но сам факт того, что будут выходить многочисленные новости, это будет фактор определенной поддержки для рынок. По крайней мере, я бы того ожидал. Плюс главное событие сегодняшнего дня в мировой повестке – это публикация американского отчета по ВВП за первый квартал. Это будет предварительная оценка, то есть в большей степени учитывающая динамику, соответственно, января и февраля. И да, о, коллеги, совсем забыл опрос. Спасибо, Павел. Сейчас я запущу наш традиционный опрос. Коллеги, нас интересует ваше ожидание по индексу ММВБ на сегодняшний день. Пожалуйста, голосуйте. И через несколько минут мы подведем его итоги и сверим часы. Возвращаясь к ВВП. Скорее всего, рынки ждут роста на 2,5%. В четвертом квартале было 3%. Я бы сказал, что ожидание скромное, и надо ждать цифр, но чуть меньше трех, потому что думаю, что потребительские расходы были достаточно сильны и позволят показать красивые цифры. ВВП с хорошей долей потребительских расходов очень нравится рынкам, и, соответственно, если мои соображения окажутся правильными, то надо ждать очень хорошей реакции на сегодняшнее ВВП. Я бы ждал что-то вроде 2,7-2,8% рост, соответственно, по предварительной оценке в первом квартале. Так, далее вечером в 18.00 по США индекс уверенности потребителей. Это будет пересмотр предварительной оценки. Вряд ли сильно вниз ситуация изменилась. Там, напомню, что ситуация неприятная, но за прошедшие две недели ничего такого из рук вон плохого не произошло. Даже нефть немножко подешевела, так что, может быть, чуть-чуть на ценах на бензин мы сможем показать движение вверх по этому индикатору. Но там совсем микронные изменения будут, поэтому большой реакции я бы все-таки не ждал с этой стороны. Плюс сегодня у нас день корпоративных новостей из Российской Федерации. Сейчас я продемонстрирую дейбук от Блумберга. И здесь у нас следующие ожидания по корпоративным новостям. Во-первых, сегодня отчитывается Газпром, и отчет, скорее всего, будет очень неплохим, учитывая, что минимальные оценки были по... Да, но еще раз подчеркну, отчитывается Газпром. Это не факт, что он отчитается, потому что Блумберг, конечно, считает, что он покажет свои цифры, но никаких строгих обязательств у Газпрома нет, поэтому он может проигнорировать свои обещания и не показать свои цифры, но ходят разговоры о том, что будет отчетность Газпрома. Так вот, Газпром, скорее всего, отчитается неплохо, учитывая провалы и крайне низкую оценку этой компании. Вполне можно ожидать на определенные позитивные движения в этом инструменте. Хотя, может быть, продавали это как раз инсайдеры на каких-то неприятных сюрпризах. В общем, будет день интересный сегодня. Ростелеком, ну, здесь вряд ли что-то надо ждать интересного. Дальше Интеррау отчитывается, Солерс, ну, Росагра, это для тех, кто следит за лондонскими площадками, это сельхозпроизводитель российский, торгующийся в Лондоне, если не ошибаюсь. И плюс, ну, самое интересное, это за первый квартал по операционные результаты представить Северсталь. Очень интересно посмотреть, что там будет происходить. И я бы ждал все-таки бы скорее позитивных новостей от российских компаний, которые поддержат сегодня торги в России. Так, сказал, наверное, все, что хотел сказать. Сейчас разрешите, я закрою опрос, его результаты уже на моем экране. 27% голосует за рост, за падение 16%, за нулевую динамику 20%. Я повторю, что я сегодня ставлю на отскок, закрытие верхней границы торгового диапазона. И целью для меня будет 14,65 или 14,75. Посмотрим, как там будет развиваться ситуация. Итак, результаты опросов на ваших экранах. Я повторю, за рост голосую. И я сегодня с большинством, большинство 27% за рост. Хотя согласен с тем, что ситуация неопределенная. Важно учитывать то, что мы находимся в среднесрочном нисходящем тренде. Соответственно, моя рекомендация торговать вверх – это рекомендация против тренда. А это значит, что нужно быть крайне осторожным. И при первых признаках опасности, наверное, фиксировать позиции. И не допускать сильных провалов по позиции. То есть стопы должны быть короче гораздо, чем при торговле по тренду. Вот такие соображения мои на сегодняшний день. Так, про размещение итальянских облигаций. Да, сегодня есть размещение итальянских облигаций. Это должно повлиять на рынки. Но все-таки сильные реакции. Давайте я сейчас покажу монитор этот. Госаукционы Италия. Италия сегодня размещает достаточно много. Соответственно, здесь достаточно длинные сроки размещения. И далее у нас длинные сроки размещения. И, безусловно, это будет фактором, который будет давить на рынки. И это будет таким сдерживающим фактором, сдерживающим рост. Но дальше я бы ждал улучшения ситуации и движения вверх. Все. Сказал все, что хотел сказать. 13.00 действительно важная точка в сегодняшнем дне. Всем удачных сделок, удачных торгов. И увидимся с вами. А завтра увидимся. Завтра, в субботу, пожалуйста, подключайтесь. Видео-брифинг эспресса у нас выйдет по расписанию. Завтра у нас день торговли на исключительно внутренних новостях. И в этом смысле сегодняшний день очень важен. Потому что как отторгуем сегодняшний день, так будем продолжать и в пятницу. Правда, в гораздо меньшем диапазоне. Все. Завершил. Всем удачи. До свидания.